Сидельникова Ольга Викторовна из Института неорганической химии. Доклад называется «Плазмонная структура. Разориентирован в условной мемографии». Пожалуйста. Добрый день. Я хочу представить вашему вниманию породкое сообщение о особенностях электронных возбуждений в условной мемографии. Теоретическая часть работы была сделана в Институте неорганической химии и практические результаты были получены в научном центре на Нагуне, в Сан-Себастьян и Спарте. Здесь приведен краткий план моего доклада. Сначала я скажу несколько слов о двухслойном графене, что это вообще такое, как его можно увидеть. Дальше я хочу продемонстрировать очень красивые и наглядные фотографии, просвечивающие электронную микроскопию высокого разрешения для двухслойных образцового слояного графена. И буду говорить о плазмонных спектрах, теоретической, с экспериментальной точки зрения. И также представлю анализ возможной структуры плазмонных спектров с точки зрения зонной структуры и плотности электронных состояний. Итак, графен. Ну, судя по тематике конференции, все знают, что такое графен. Это беззонный полупроводник, который обладает совершенно уникальным свойством. Это линейный зон вблизи уровня ферми. Именно эта особенность мотивировала и, наверное, мотивирует и будет еще долгое время побуждать различные научные группы исследовать возможные свойства, возможные применения графена. В частности, есть такое уникальное свойство, что у графен благодаря нем можно просто глазами увидеть постоянную тонкость структуры. Потому что если облучить графен излучением, оптическим излучением, то поглощаться будет доля мощности пропорционально постоянной тонкой структуры. И именно это довольно часто используется для того, чтобы просто характеризовать структурно имеющиеся образцы. В частности, можно видеть, что если поместить подложку с графеном в микроскоп, по контрасту, по цвету можно видеть, идентифицировать количество слоев в данном образце. И, как правило, всегда, независимо от того, каким способом мы его получали, кроме однослойного графена, будут всегда присутствовать более толстые области, островки с двух-трехслойным графеном. В частности, в зависимости от метода получения, от разных, ну, разных групп можно найти разные данные о распределении таких двухслойных островков. Ну, вот я взяла из одной из статей такой гистограмм. Можно видеть, что только половина из таких двухслойных образцов имеет упаковку стандартную для графита АВ. Вторая половина будет иметь некую разориентацию. В частности, в основном это 30%, но также имеются образцы, в которых угол разориентации низкий практически от 1 градуса и до 30. Чтобы наглядно представить, что такое, разориентированный графен, я приготовила очень простую демонстрацию. То есть, если повернуть один из слоев, то периодически можно видеть довольно красивые симметрийные картинки. В частности, это было первым, что привлекло внимание к дослойному графену, потому что периодически можно видеть муаровый рисунок в микроскопе. Если говорить строго об угле поворота, то графен с верналовской укладкой тоже является разориентированным графеном, потому что в таком случае слои повернуты друг на себя на друга на 60 градусов. Но в английской литературе принято обозначение для углов от 0 до 30. Ну и в общем, я в дальнейшем буду разориентированным графеном называть такие образцы, в которых угол разориентации низ от 0 до 30 градусов. Здесь приведены фотографии исследуемых образцов. Наши образцы были восприсованы на основном графену, в котором есть небольшие островки двухслойных графенов. Здесь выделена пунктирная линия. Мы смогли найти такие кристалиты, в которых есть укладка с верналовским типом, в котором есть, ну вот можно видеть довольно красивые симметрильные рисунки с углом разориентации 8 градусов, 23-28 градусов. И можно предположить, что такая структурная особенность, как образование муарового рисунка, должно каким-то образом влиять именно на физико-химические свойства, потому что у нас наблюдается модуляция свойств за счет специфического межслоевого взаимодействия, то есть некий симметрийный эффект. Именно эти образцы, которые представлены здесь, именно с этих самых точек, были исследования методом спектроскопии ИЛ. Сначала я хочу привести литературные данные, как мы ожидали, что будет выглядеть спектр для двухслойного графена. Это довольно старая на самом деле публикация, с 2008 года. Здесь исследованы свободные образцы, подвешенные графена, для разной слойности. То есть видно, что в спектре присутствует два широких пика. Скажу сразу, что мы концентрировались на низкоэнергетическом пике, который отвечает возбуждению пиплазмона. При увеличении слойности этот пик систематически избегается в более высокоэнергетическую область и приближается к значению для графита. Что видели мы? Для графена и двухслойного графена с классической Бернауловской укладкой видно, что спектр действительно содержит один пик, который хорошо согласуется с литературными данными. Однако для образцов разориентированного графена в более низкоэнергетической области, в оптической области наблюдается образование новых пиков, природа которых, на первый взгляд, является непонятна. В общем, была задача разобраться, откуда это возникает и к чему это может привести. Мы обратились к квантовой химии. Для начала, каким методом вообще-то можно рассчитать? Проще всего убрать тестовый объект — это графен. По сути, что спектр, характеристических потерь энергии электронов, что оптический спектр дает информацию о одних и тех же электронных возбуждениях. Они имеют один пик в области 4,5 электронов вольт. Если рассчитать зонную структуру графена, то можно видеть, что вблизи точки М существует оптическая щель у графена порядка 4 электронов вольт. И переход именно между пи-зонами в окрестности этой точки и дает вклад в формирование возбуждения в низкоэнергетической области. Мы нашли и показали в ряде статей, что довольно такой простой метод, мы рассчитывали методом случайных фаз, дает хорошее согласие с экспериментом. И по большому счету, если мы хотим описать экспериментальный спектр, нет большой нужды учитывать какие-то более сложные модели и методы. То есть мы использовали довольно простое приближение. Здесь приведена зонная структура разориентированного графена. Это графен с АВ-укладкой. Можно видеть, что здесь также имеется оптическая щель в районе точки М4 электронов вольта. Когда мы говорим о разориентированном графене, понятно, что элементарная ячейка больше. Это приводит к тому, что зоны двух слоев графена из разных плоскостей накладываются друг на друга, и зонная структура значительно усложняется. В частности, это приводит к тому, что зазор между этими уровнями значительно сужается. То есть у нас модифицируется свойство такой системы в оптическом диапазоне. И можно ожидать, что именно эти изменения в электронной структуре и приведут к каким-то модификациям оптических плазмодных спектров. Конечно, эта зонная структура довольно сложная, ее очень трудно анализировать. Для того, чтобы объяснить, как у нас будет изменяться электронная плотность в разориентированном графене, можно обратиться к концепции двух пересекающихся конусов Дирака от разных плоскостей графена. Здесь пунктирно и, соответственно, сплошной линией представлены конусы Дирака, ну, к примеру, от верхнего и нижнего слоев. Можно видеть, что есть особенности, отвечающие монослою графена, они обозначены точкой М, и эти сингулярности присутствуют и в графене, и в графите. Они отвечают природе монослоя графена. Однако из-за пересечения конусов Дирака от разных слоев наблюдается дополнительная особенность, обозначенная цифрами 1 и 2. И именно эти сингулярности и будут давать вклад в новые пики в плотности электронных состояний. Можете видеть, что при увеличении угла разориентации от 22 до 28 градусов, эти пики систематически сдвигаются. Первый пик сдвигается от уровня фермы, и второй пик приближается к уровню фермы. Таким образом, что мы получили? Мы имеем материал, который состоит из одного лишь углерода. Мы не делали какой-то функционализации, мы не вводим дефектов, но при этом мы получаем дополнительные особенности в плотности электронного состояния вблизи уровня фермы. То есть, логично, можно предположить, что именно это и приведет модификация оптических спектров. И действительно, когда мы рассчитаем спектр Илл теоретически, можно видеть, что экспериментальный спектр очень хорошо описывается нашей моделью. Мы хорошо попадаем как в положение пиков, так и в форму пиков. В частности, я говорю, что очень трудно рассчитать все имеющиеся углы из-за того, что элементарная ачейка просто очень велика. Мы рассчитали только две минимальные. Однако углы достаточно хорошо описали наши образцы. Это 28 градусов и 23. И спектр очень хорошо попадает. Таким образом, некий промежуточный вывод, что положение линии спектра будет определяться углом. И мы можем такой модификации, как поворот, например, верхнего линичного слоя в графине, достаточно сильно модифицировать оптические свойства. Также интересно представляется вопрос о том, как будет изменяться спектр при изменении межслоевого расстояния. Потому что, в любом случае, в андервальцевой системе взаимодействие между слоями достаточно слабое. И оказалось, что изменение расстояния позволяет достаточно сильно варьировать интенсивность этих дополнительных особенностей. Что как бы представляется дополнительной степенью свободы для управления свойствами двухслойных графенов. И последний аспект, который я хочу показать. Поскольку всё, о чём я говорила до этого, это выглядит довольно симметрийным, имеет довольно интуитивно симметрийные корни, возникла мысль исследовать локальные плотности состояния. Оказалось, что в зависимости от того, как расположен атом в одном или во втором слое, плотность состояния будет определяться либо вкладом в основном в первый пик, либо во второй пик. Это означает, что в разориентированном сломоографине есть некие флуктуации, локализованные флуктуации электронной плотности, которые, как можно предположить, и будут давать свой вклад в плазмонные пики. То есть можно ожидать, и мы надеемся, что экспериментально это кто-нибудь сможет подтвердить, что вот эти дополнительные плазмонные возмущения достаточно сильно локализованы на образцах двухслойных графенов. Заключение. Изменение ориентации одного слоя относительно другого позволяет существенно варьировать характер электронных возбуждений в условном графене. Показано появление в плазмонном спектре условных графенов новых низкоэнергетических пиков, найдено одноночное соответствие между положением резонанса в спектре и углом разориентации, и предсказана пространственная локализация плазмонов в разориентированном условном графене. Спасибо. Спасибо.